По обе стороны границы сидят достаточно умные и образованные люди, которые понимают, что при одновременном взрыве всех ядерных боеголовок, российских и американских, этой энергии хватит, чтобы разложить воду на кислород и водород и, собственно, прекратить наше бренность существования, тем самым в корне решив все проблемы. Но, я на речь, Давид, вы не предлагаете идти этим путем? Нет, конечно. Так же я с трудом себе вижу американские танки на улицах российских городов, но неважно. Очень удобно во всем винить американцев. Вот что не так, американцы виноваты. А у вас это плохо, американцы виноваты. Это плохо, тоже американцы. Вы формируете в людях достаточно устойчивый образ врага. Как в свое время делала Америка, снимая фильмы про русские идут, вторжение в Америку и прочее, прочее. Вы сейчас в сознании каждого человека формируете американец-враг. Хотя фермер из Эклахомы слыхом не слыхивал вообще про Россию, честно говоря. Можно без такой вопрос перед тем, кто продолжит? Скажите мне, пожалуйста, а какие санкции Россия ввела против Америки? Вот, вот это самое главное. Я считаю, что Америка ввела новые санкции против России. Очередные компании, очередные частные лица. Когда ввелся пакет санкций, мы перестали для людей покупать яблоки, мы перестали для людей покупать овощи и фрукты. Мы начали их давить бульдозерами. Не людей, а овощи и фрукты. Овощи и фрукты. Не людей. Перестали закупать овощи и фрукты. Бомбить воронеж. Стали давить их бульдозерами, вместо того, чтобы отдавать детские дома, больницы, дома престарелых. Когда мы говорим о том, что будут введены ответные санкции, Каков еще список пищевых продуктов, которые нам, россиянам, нельзя будет покупать в магазинах? Дарья, можно представить на вопрос? Когда последний раз были в магазине? Два дня назад. И чего вы там не смогли купить? Вы видели там овощи, фрукты и яблоки? Да, отвратительного качества. А что? Отвратительного качества. Магазин окей называется. Мерзейший сыр. Грязная, плохая картошка. Израильская хорошая картошка стоит в пять раз дороже примерно. Далее по списку. Давид, смените магазин. Это примерно как звучало раньше. Не нравится, уезжай в свой израиль. Нет, нет, ни в коей мере. Во-первых, наш тогда, потому что мы с вами одной национальности. Поедем вместе. Затем, просто, что так волноваться? Ну, я при всем уважении. Я ничего не хочу сказать про Белоруссию, потому что знаменитые белорусские яблоки, сыр, моцарелла, ветчина и вся прочая... Еще белорусские креветки. Белорусское море продолжает... Белорусское море. Да, удивительные дары, но... Ну, тогда какие новые белорусские товары появятся? Нет, вопрос очень простой. Какие продукты стоят Родины? Ну, скажите, какие продукты... Да нет, Володь, я бы еще понял, если бы в ответ на американские санкции все депутаты пересели на российские машины и заявили, что мы не будем больше закупать у фрау Меркель Ауди и Мерседеса. Они не закупают у фрау Меркель Ауди и Мерседеса. Я понимаю, если бы они перестали пользоваться компьютерами Эппл, сказав, что пусть... Перестали пользоваться Фейсбуком, сказав, что пусть эти Билл Гейтс и Сукерберг и прочее. И вот наши российские компьютеры, наши российские автомобили. Почему вы считаете, что депутаты идиоты? Потому что вы предлагаете формулировки, они же, когда... Я боюсь, что это распространенное мнение. Но американцы, когда вводят санкции, они же не отказываются от всего того, что придумала Россия. Они же не говорят, так как первый полетел, мы поэтому закрываем тему космоса, правильно? Они не говорят, что так как сотовая связь, первые наработки были российские, мы отказываемся от сотовой связи. Поэтому почему вы требуете от нас идиотизма? Этого не было никогда и не будет. Мы его проявили, Володь. Мы не проявили... Потому что когда я вижу по телевизору, как бульдозеров давят 20 яблок. Во-первых, это было последний раз 3 года назад. Но вопрос ко мне, я так понимаю. Да, простите, пожалуйста. Я просто прям... Про овощи я прям взволновался. Просто только что перед передачей ел овощи были вкусы. Ясно, что контрабанду давят везде. Это как бы нормальная практика, и это будет сделано. Но вопрос-то ведь не в этом. Вопрос прозвучал, насколько я смог его понять. Это почему мы демонизируем Соединенные Штаты Америки и зачем? Вот мне просто даже интересно, вот чего мы такого там демонизируем? И что мы такого говорим? Почему-то 16 взять автограф и шейбук, самолет? Мы демонизируем. Мы там якобы за конфронтацию. За какую конфронтацию? Россия с самого начала заявляла. И заявляет сейчас. Мы за столь высокий уровень отношений с Соединенными Штатами, насколько к этому готов Вашингтон. И наша позиция остается. Мы не сделали абсолютно ничего, что могло бы действительно эти отношения ухудшить. Мы никого не демонизируем. Не мы пишем статьи в Нью-Йорк Таймсе, Вашингтон-Пост. Мы пишем статьи нашей газеты. Не мы пишем речи для американских лидеров. Настоящие газеты либерально. Вы когда почитаете, Россия во всем виновата. Мы не пишем американские доктринальные документы, где Россия, во-первых, находится в списке номер один. И там действительно мы чаще всего оказываемся в одном параграфе. И с Ираном, и с Северной Кореей. Это мы что ли демонизируем? Это мы что ли вводим санкции? Это мы что ли меняем режимы в соседних с Россией государствами во всех? Не было ни одного государства, где не был бы либо сменен режим, где бы не было попытки этой смены режима. Мы что ли имеем 400 военных баз на границах Соединенных Штатов? Или это все-таки Соединенные Штаты имеют? 400 военных баз на наших границах. Мы ничего не демонизируем. И мы точно не приняли ни одного закона, который были бы направлены против Соединенных Штатов Америки. Мы действительно принимали только один закон, который, к сожалению, действительно вызывал очень большую критику. Мы позволили афганский транзит для того, чтобы помочь вам... А закон Димы Яковлевны? Мы не хотим помочь вам воевать с террористами в Афганистане. В связи с этого мы получили наркотрафик из Афганистана по этому же маршруту, к сожалению. Наркотрафик из Афганистана снова начался во время советского вторжения в Афганистан и афганской войны. Вырос за время советского афганского вторжения в Афганистан и в Афганистан и в Афганистане. Вырос как минимум 200 раз. Сейчас это превратилось уже в глобальный трафик, который во многом организован в Соединенными Штатах Америки. Мы не принимаем законы, которые засекреют собственные законы. Ничего подобного. Это потому что у вас инфронтация Соединенных Штатов? Это вранье, как обычно. Потому что, к сожалению, американские средства массовой информации, которые значительная часть российских, просто прозвучала такая фраза, а мы ее пропустили. Являются средствами распространения лжи. Фейк-ньюс, как сказал президент Соединенных Штатов. Вы сказали такую формулировку, что Дума приняла закон подлецов. Вы меня, конечно, извините. Скажите, пожалуйста, а в Америке разрешено иностранное усыновление? Там торгуют детьми. В Америке разрешено иностранное усыновление. В Америке разрешено иностранное усыновление. Установление иностранных детей? Нет, иностранцев неамериканских детей. А вот мы знаем, что нет. А мы знаем, что российские дети. И в нашей стране этого никогда не было и не будет в будущем. Вы продолжаете разрешать, чтобы российских детей усыновляли не в Америке, но в других странах. Потому что в других странах есть подписанные нами госсоглашения по защите интересов этих детей. А Соединенные Штаты никакие обязательства на себя не брали. И, к сожалению, огромное количество наших детей не брали никаких обязательств. И, к сожалению, слишком много этих детей, которые продавали за деньги, затем находили мертвыми. Вы, к сожалению, это правда, что процент детей, которые пострадали, не перебивайте. Давайте еще убьем сотни детей. Давайте убьем еще. У меня вопрос. Убивают в Америке. У меня вопрос. Вы говорите о том, что все американские газеты, начиная The Washington Post, на первой же странице, публикуют статьи про Россию, где Россия представлена... Вячеслав Алексеевич. Я могу еще не сказать больше всего. Можно я договорю? Да, но сегодня откройте. Нас обвиняют, что мы вмешались в избирательном процессе в 21 штате. Можно я договорю? Все, давайте договоримся. Где на первой странице Россия враг. У меня вопрос к великим знатокам американских СМИ. Сколько в Америке телевизионных шоу, на которых столь же иступленно обсуждается Россия, как образ врага? Стыдно. Мне полагают, что их крайне мало, если нет ни одного. Заблуждаетесь. Вы знаете... Включите СНН. А вы знаете, я вам скажу, что... Я не про новостной телеганал. Вы вообще себе можете... Вы выходите, Владимир Рудольевич, не на новостной телеганал. А у нас нет, извините, такой системы телевидения, как в Штатах. Там другая система. Просто в Соединенных Штатах Америки абсолютно невозможно себе представить дебатов в прайм-тайм, в часовом и более формате, между российским политологом и американским сенатором. Это просто невозможно. Хоть одну программу найдите. Свобода СМИ существует, а в Соединенных Штатах, вы измените меня, даже представители третьих партий не пускают в прайм-тайм на телевидение. А вам не кажется, что это по несколько другой причине? Именно по этой, и никакой другой. Нет госканалов. Больше ППС нет вообще в штатах. В России на сегодняшний день 20 тысяч телеканалов, включая региональных, из них 2 трети частных. Не 2 трети частных, а 99.9 процентов. В России. И что? В России. Вы сказали 2 трети. Про Россию было сказано и про мире. Я сказал, а что касается Соединенных Штатов Америки, там просто уже давно исчезла свободная журналистика. Увы. Приезжайте к нам. Как страшно жить.